Привет, зритель! Спасибо Ольге за финансовую поддержку канала. Благодаря её донатам у нас с тобой, с вами, зрители, случилась вот такая штука. Да, Озон, он присылает как-то кольцевые лампы слегка в порванных коробочках, и не только кольцевые лампы, вообще много чего присылает в порванных коробочках, но я её проверила. Я, правда, её в этот раз не фоткала, проверила уже, наверное, неделю назад. Она такая, она такая крутая. Она вся эта, работоспособная. Это кольцевая лампа, 26 сантиметров в диаметре, примерно такая же, как та, только цветная. Сейчас я снимаю при свете лампочек своих, у меня их 4, я пятую всё никак не ставлю. Тут много-много всяких цветов. Я сейчас её вот, я, конечно, могла бы снимать на кольцевую лампу вот эту кольцевую лампу, но что ты в том, я под кольцевую лампу только один. Оно всё было в пакетике. Там нет никакой инструкции по применению. Она стоила где-то, в общем, 900 неполных рублей, 800 с чем-то, честно не помню. 880, как-то так, на азоне. Так, в общем, у нас есть вот такая штуковина. Открутить гаечку. А есть ещё вот такая штуковина. Она немножко другая, тут такая, в общем, пружинообразная поверхность. Можно засамерить. С таким вот шариком. Тут она разборная. Может быть, та, конечно, той лампы тоже разборная, я её не пыталась разбирать в этом плане. Сюда вставляется телефон. Она раздвигается. Можно согнуть. Прикрутить наверх лампы. Лампу поставить на штатив, и будет всем счастье. А сейчас я достану саму лампу. У нас есть такая же вот тут хренатенька, как у той была. Вот, кстати, её-то я ещё не распаковывала. Она прямо вот в пакетике в этом есть. Сейчас, видите, будет в корыте. Кругленькая штучка, на которую вставляются лампы, прикручиваются. А эта вставляется на площадочку от штативика. У меня тут эта площадочка где-то есть. Я её специально отсобачила от той кольцевой лампы. Вот она. Вот она. Потому что просто сейчас у меня вот такая же площадочка на камере, которая сейчас стоит на штативе, на которой я снимаю. Когда я отсоединяю камеру вместе с этой площадочкой, чтобы принести подзарядитель и к ноутбуку приделать. Вот эту штуку можно ослабить немного. Ну и как бы закрепить шарик в нужном направлении. Так, более-менее ровно. Туко так всё сделано на ноль. Ну и сама лампа. Да, конечно, никакой инструкции по применению нет. И я там смотрела на картинке Озона. И на картинке Озона вообще совершенно другая картинка. У коробочки было. И выглядело это как-то всё иначе. Ну, у меня вообще такое ощущение, что на Озоне какие-то странные люди это всё наполняют, которые даже товар не видели. Но не будем о непонятном. В общем, сюда, допустим, прикручивается. Это фигнюшка. Потом ты её крутишь, как тебе хочется. Ставишь сюда телефон. И можешь сам себя снимать. Но нам она не нужна. Ты уже, я думаю, видел обзор на ту кольцевую лампу, как там выглядит этот телефон. Или вообще всё это. Вот такая же подобная палочка на подобной лампе. А если не видел, то глянь. Да, вот тут шарик может так вот это ходить. Вокруг своей оси практически. Вот. Да, тут довольно такой, ну не сказать, что супер длинный, но клеричный провод по длине. У него прямо на проводе управления. У нас мотать туда-сюда цвета, потом вкл-выкл-ргб и возврат, по-моему, на белый цвет. Смотри. Вот я её включила. Вообще, когда я её воткнула в сеть, то она уже включённая была. Она включилась белым цветом. Я сейчас тебе просто покажу сначала тут. Когда она включённая белым цветом, то тут ничего не горит, в различии от нашей трёхцветной лампы. Она выключенная. Вот она прибавляет тут. Кстати, чтобы прибавлять, тут надо нажимать вот так вот. Видишь? Точнее, слышишь, наверное, звук. А когда, ну, убавлять вот так же, надо нажимать. На той у меня можно было просто держать на клавишу. И, как бы, чем дольше держишь, нажимаешь просто. Не щёлкаешь, а именно нажимаешь. Тем она тусклее становится, соответственно. Тут же вот именно надо пощёлкивать. Бегунок микрофона прям бежит. Если нажать на модель с буковкой М, то у нас будет жёлтый цвет. Вот такой яркий, жёлтый. У меня сейчас, видишь, правда, камера только половину головы лампы срезает, показывает. Ну, просто сейчас тебе чисто вот с этими звукови. Вот самый тёмный. И сейчас снова нажму на М, и у нас будет... Во! Чуть-чуть какие-то цвета пошли. Ну, поехали, короче. У нас тут RGB. Чтобы переключать цвета, надо нажимать на кнопку RGB. Ну, тут можно ярче делать. Либо ускорить эти штучки. Да, смотри, это всё вместе с тобой изучаю совершенно. Для меня это очень новинка. Когда уменьшаешь яркость, допустим, на белой, жёлтой и холодным, короче, белым, ну, короче, на белых оттенках клавишами, то они либо ярко становятся, либо, ну, тусклее становятся. Здесь же, вот, оно медленнее как-то идёт, походу. А если прибавляешь, то вот оно быстрее офигачит. Обалдеть, да? Так, давай выключим. Вот она выключилась у нас. Включим обратно. Побежали цвета. Давай мы их немножко так усредним. Так-с. Это у нас белый. Это у нас холодный белый. Это у нас жёлтый. В котором иногда проблески. Я так поняла, что тут есть какие-то такие цвета, где вот просто белый, где-то, где-то белый вот с такими проблесками жёлтыми. Так. Просто холодный. Я вообще что-то дофига тут цветов насчитала. Жёлтый. Это вот кнопка, которая отвечает за просто такие вот... Короче, холодный белый, тёплый белый, нейтральный белый и вот эти все эти белые цвета с некими проблесками РГБшек. Сейчас мы вернёмся на РГБ. Раз. Два. Три. Я так думаю, это. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Я сейчас не нажимаю. Это седьмой вот такой цвет. Он сам по себе меняет цвета. Ну, как бы и звука-то потому нету. Семь. Это семь у нас. Это восемь. И опять же не нажимаю ни на какие там быстрее и медленнее. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Не совсем верно передаёт за счёт верхнего цвета. Тринадцать. Четырнадцать. Не все цвета не совсем верно передаёт. Сейчас вроде как нормально. Пятнадцать. И вот я не знаю, это шестнадцатый пришёл или по кругу пошло. А я думаю, да, тут скорее всего пятнадцать цветов. И вот три или около того основных. Быстро побежала. Так, совсем медленно. На миг у меня камера слегка потеряла фокусировку в этом бежащем кругу. Сейчас клавиша, которая как бы ускоряет, уменьшает. Следующий. Чё-то мне кажется, что вот на такие, которые полноценные цвета, они очень влияют вот это скорее быстрее. В смысле, медленнее. Хотя нет, вот какие-то эффекты есть. Ты, зритель, можешь дать в комменты знать, какое бы СМР тебе хотелось. Ну, из тех, которые я могу осилить. В смысле, я и не имею в виду ролевые, потому что ролевые как-то мимо меня пока идут. С этим цветом. С этой лампой, точнее. И сейчас я, короче, попробую выключить свет. И уже вот, ну, без освещения. Сейчас у нас не особо так, чтобы темно. Около... Даже не знаю, сколько сейчас время-то. 7 часов, но уже такое, не как вот зимой было, когда я в декабре снимала, а в апреле монтировала. При свете просто лампы. И остатков света из окна. Я сейчас чуть-чуть ослаблю у штативчика. Вот. Оно так вот сейчас при этой лампе. Ну, довольно там, в принципе, читать, конечно, уже не почитаешь. Темного, астана, но довольно светло. Выключили. Это как оно вообще сейчас без лампы. И когда оно выключено, в принципе, у него горит синенький огонек. Вот он горит. Она совсем выключенная. Вот она включилась. Белый свет. Когда вот уменьшаешь яркость, то тут появляются такие проблески какие-то. Следующая. Увеличиваешь яркость. В принципе, мне кажется, она по белому цвету, вот, ну, не такая суперяркая относительно просто белой лампы. Обычно не RGB-шки. Но... У него тоже есть свои плюсы. Желтый цвет. Уменьшаю. У нее, в принципе, там какие-то проблески идут у этого желтого цвета. А когда вот увеличиваю, оно становится довольно ярко, и вроде как практически никаких лишних отблесков у нее не присутствует. Это холодный белый цвет. Ну, яркий. Хотя, знаешь, это с моей стороны. Ты когда будешь смотреть этот ролик, и при этом уже видел обзор на ту лампу, можешь дать знать в камень-то, типа, какая ярко светит. В плане белых цветов. Перейдем на RGB. Четвертый, пятый, шестой, седьмой. Восьмой. Тут как бы переливы идут. Это я сейчас просто увеличиваю. Ну, то, что увеличивает как бы яркость, оно тут, по-моему, скульс какой-то добавляет. Девятый. Да, оно как-то ярче становится. Смотри-ка. Десятый. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Ну, в общем, я тут как-то свет выключила. Тут еще потемнее слегка стало. Немножко сменила дизлокацию, потому что как-то у меня тут с проводом не очень сочеталось. И сейчас мы с цветами поиграем. Сейчас у нас, по-моему, просто белый. На модель М. Вот оно так удобнее показывать даже. Так, взяла я удлинитель себе, в который прошлую лампу вставляла при обзоре. Так-с. Желтенький. Холодненький, беленький. Ты не видишь, но я вижу эти проблески цветные. Не знаю, на лице они у меня как-нибудь отображаются. Холодненький. О, слушай, такой яркий вообще. Это такая бледненькая. Это желтенький у нас. Это, возможно, нейтральненький. Вот этот очень яркий. Он не настолько яркий, как у той лампы был, что вообще яркий. Жуть, что глаза не смогут терпеть. Но он довольно такой, ну, как бы яркий. Он более белый такой. Снежно-белый. И сейчас мы перейдём на РГБшки. Лёлик, нашёл всю игрушку, да? Лёлик очень хотел её купить. Уже после того, как узнал, что она существует. Уже после того, как у Лёлика появилась первая просто обычная кольцевая лампа. Ну, вот чё-то как-то и вот тут случилось. Хотя уже случилось, наверное, неделю назад. Ну, можно как-то... Мне надо, наверное, уточнить в телефоне, когда это вообще случилось. Ну, чё-то как-то всё, руки не доходили. Самое интересное, что тут я купила, обзоры на неё писала, а монтаж сделала уже довольно поздно. Пока у нас тут грузится, я сменю цвет другой. Пусть он тут поиграется. Заказать. Да, я 24 марта заказала, 28 марта дата доставки, вот, наверное, 28-го где-то и забрала её. Тут вообще как бы не пишется, когда она забралась, а потому что это на Вайтбрис как-то вроде пишется, когда забралась или что-то в этом роде. Фиг знаю, потому что и там тоже так не пишется, когда ты её забрал. Прям ёлка новогодняя. Там можно имитировать эту гирлянду новогоднюю. Вот сидишь, зритель, тебе так скучно, грустно, некому пендаль отдать. Но до Нового года ещё дофига. Лето там, какой-нибудь осень, весна, или просто вообще, ну, уже зима, или ещё зима. И достаёшь такую кольцевую лампу, РГБшную, и включаешь её. Весело, ё-моё! Так, это у нас второй был, да? Третий. Это вообще какой-то диско этот самый круг. Четвёртый. Ух ты, какая я! Так, я тут кнопка-то пятый. Весёлая лампа, да? Шестой. Зелёно-белый побежал. Кстати, вот при этом зелёно-белом цвете можно снимать вполне себе. Такой, ну, как бы, нормальный цвет, я не знаю, что-то такое показать для сравнения. У меня вот обезьяна есть. На камеру она передаётся с этим цветом именно так, как она есть. У меня, по-моему, парочка таких обезьян. На одной был значок с Лениным. Потом он куда-то вроде девался, этот значок с Лениным. Может, я сама его сняла. Может, он... Слушай, зритель, по-моему, у меня не парочка, а троечка таких обезьян. Обалдеть! Но они такие слегка друг... Чуть-чуть отличаются. Три обезьяны. Всё, никак не найду ту обезьяну. Ну, как бы, не то, чтобы не найду. Не посмотрю в том месте, где она, возможно, есть, которая обезьяна-прищепка. Звать её Вася. У меня скальп от неё отстался. Я его нашла. А саму обезьяну кошка куда-то закатила. Пока говорила, забыла, какой по счёту этот цвет. Ну, ладно. Короче, следующий цвет... О, тут кошка. 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 Белый цвет пошёл. Это всё вот такой один вариант цвета. Он как бы меняется. Сейчас вот можно посмотреть, он ускорится по смене или нет. Может, он ярче как-то, или тусклее станет. Кошка что-то не прониклась этим всем. Когда цвет становится красным... Гамена сай. Когда цвет красный становится, то у меня такое это... Я сама себе напоминаю одного чувака-блогера, которого я как бы смотрела, наверное, спинка, кого-то из подписчиков пару раз, чисто, чтобы понять, что это, и то не до конца. Кошка. Я чувствую, что нам безопаснее прерваться и извлечь кошку из этой комнаты. Просто кошка пыталась заживать проводок или попытаться уронить лампу. А лампа мне как бы... Ну, еще самой нужна. Так, где у нас тут эти... Следующая клавиша? Точнее, следующий цвет. Это следующий цвет. Такой бледняцкий цвет. Покойницкий сейчас был. Это я вроде как в минус иду. Но я пока не поняла. Но бледняц становится. Слушай, какой цвет отличный. Вообще такой этот... Год-год, блэк-блэк. Так, еще один. Темнее становится. Да, вот этот полноценный цвет красный, он становится темнее. Если его уменьшать. И становится ярче, если его увеличивать. Мне кажется, у меня тут на картинке, чисто вот от меня до камеры, практически все такое... Полноценно одного цвета. Очки только выделяются. С волосами. Это типа как бы зеленый. Я водяной, я водяной. Чего-то там, чего-то там. Прямо фильтры не надо накладывать. Можно делать воточки цветными с кольцевой РГБшной лампой. Интересно, если какой-нибудь мулбанк с этой лампой делать, это как вообще будет? Ну, цветная конца, и да, несколько иного цвета. Желтенький. Прямо видео самолюбование. Я некоторые ролики, если их конкретно так монтирую, я иногда тащусь с самой себя. Иногда еще некоторые ролики специально пересматриваю на YouTube. Подтащиться с самой себя. Самовлюбленность такая. Ой, я ее случайно выключила. Вот. Не на ту клавишу нажала. Голубой-голубой. Прямо можно какого-нибудь зуббака играть при случае. Яркий голубой. Тусклый голубой. Практически такой этот черно-белый. Очки-то как красиво смотрятся вообще. Это типа белый. Который немножко с таким лилово-фиолетовым оттеночком. Чуть-чуть. Тускло-белый. Не, я думаю, что может быть они RGB-шки разные. Может быть, по яркости они бывают еще более яркие. По-моему, мы вернулись к тому, с чего начали. Да. Мы вернулись к тому, с чего начали. Перейдем тогда на белый. На обычный цвет, на который вот этот. Три цвета и RGB-шка. Такая супер-яркая желтая лэмбэ. Вот, по-моему, самый такой хороший нейтральный цвет. Короче, зритель, вот такой обзор кольцевой лампы может мне это с тобой попрощаться на какой-нибудь RGB-шной нотке. Если бы, ну, как бы без инструкции, совсем вот чисто методом тыка, если только разбираться. А если покупаешь, там вот и на картинке на зону было написано, там какая клавиша, что вот на самой картинке, то да, это как бы можешь понять. Конечно, лучше бы в такие лампы добавляли бы маленькие краткие инструкции по применению для тех, кто вообще как чайник, ну, в смысле, первый раз увидел, купил, что с этим делать, без понятия. Было бы, конечно, это прикольнее. Сейчас вот у нас желто- точнее, белый-зеленый цвет идет. Я его случайно выключила, вместо того, чтобы замерлить бег этой зелено-белой фигни. так, ну и что? Зеленый цвет такой. Короче, жду твои комменты по поводу, и без совета или какие-нибудь еще мысли, обязательно с удовольствием почитаю, на что-то отвечу, поставлю сердечко, если вдруг что. И это как бы идеи каких-нибудь АСМР или, может, просто еще какие-то идеи с этой лампой. Ну и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. До новых встреч! До новых встреч!